Мои пеларгонии и юка и юка третья уже веточка тоже расцвела розочки заканчивают свою красоту а вот эта розочка которая была, помните, под вопросом показывает свою красоту она была сухая а потом росточек пошел я вам показывала и теперь красоточка пока красоточка не подведи нас а я вам покажу какую я розу вообще потеряла платье не загубила она же у меня маленькая была ну то есть я обрезала коротко весной потому что оно как бы подмерзло сильно ну потому что видите, даже хлорозик по-моему, нужно покормить эта веточка побеги были не побеги, а себли были короткие после обрезки а абриета взяла ее и накрыла и она сидела-сидела пока я не начала обрезать абриету после цветения и когда я начала обрезать абриету после цветения я обнаружила стволики розы и вот только тогда я здесь вырезала все с одной стороны накрывала медуница а здесь абриета и она сидела себе вот так, вот так потеряла розы вернее как не потеряла, а забыла такое возможно, нет? а у меня, видите, получается так забыла про существование кустика розы ну потому что он маленький по-моему, это хлорозик, посмотрите вот так стою под арочкой вот арочка которая когда-то была очень красивая вот здесь тенечек а там он как жарко, жарко, жарко и там вдалеке роза на заборе покажу вам лихнист я не знаю, как будет видно на солнце лихнист пурпурный показывала вам лихнист корончатый лихнист смолку а вот лихнист пурпурный вот он вот он какой он самый высокий самый высокий он где-то до метра растет у него, кстати, листики похожи на флокс вот посмотрите какие листочки вот на фоне не знаю, как показать но я думаю, видно и вот так цветет такие соцветия у него лихнист пурпурный продолжают цвести я на них говорю цвет буряка цвет свеклы такие они темно-темно-розовые начинаю вырезать ждала-ждала он немножко омолаживается но я буду резать дальше потому что однобокий получается ну как бы так пока вот потихоньку сухое режу платикодон тоже вот набираю бутоны вот такой это все платикодон а, уже даже вот растет нормально вчера ничего не было сегодня уже растет ну вот растет а вот на подходе видите, как такая коробочка открывается это платикодон что еще? все здесь тоже такая лилия красная здесь немножко помоложе луковички пока не пониже все потом покажу вам овсо кумару это вечно зеленое растение вот оно какое она когда цвела весной она была некрасивая у нее очень некрасивые колоски лично мне не нравится и вот она потом оцветает и такая рыженькая потому что колоски коричневые я вам ее не показывала было некрасиво сейчас она набрала новую зелень похорошела поэтому вам показываю потому что колосков было очень много и они были неприклядные ну это и хера я вам его показывала а рядом посадила я в том году посадила сибирский ирис и почему-то он здесь не хочет расти хотя я его поливаю непонятно может а сока ему мешает буду наблюдать это лихнис корончатый это лихнис корончатый такой ярко-ярко розовый он уже перестал я просто к нему не подходила если у него обрезать отцвевшие цветки то он дольше будет цвести но мне как-то наверное не до этого у нас очень жарко а здесь целый день солнце я вон этот самшит обрежу пару веточек и ухожу потому что невозможно 38 это же жарко очень может кто-нибудь посоветует чем обработать клематис или я его просто выброшу но что-то он у меня какой-то не такой как у многих у кого на ютубе захожу смотрю красивый а у меня вон что творится у кого такая была печалька подскажите пожалуйста и потом еще смотрите я подсадила вот здесь сбоку еще подсажен один кустик осенью подсадила тоже молодой а какой-то листик странный это что хлорос вот-вот зацветет лилия она такая бело-молочная как можно назвать цвет ее не знаю потом покажу сами увидите здесь где-то по-моему и розовая должна быть ну это должна быть потому что мыши мыши хорошо едят лилии поэтому всегда загадка какая лилия останется но в основном здесь такая белая или молочная как можно назвать потом покажу все уже розочка парковая можно сказать закончила свое свои красоты заканчивает свести уже турецкая гвоздик ну а юка юка еще продолжает ой тенечек смотрите кусочек кусочек тенечка нашла это яблонька нам такое устроила тенек здесь гибискус сирийский я его в том году пересадила мы с мужем так а это флокс флоксы смотрите уже некоторые с бутончиками это здесь вот а уже покажу одна из-за цвела мы все щебенку не можем разнести ой некуда ее девать вон там в далеке видите левее от гибискуса уже цветет но та всегда рано зацветает ранний сорт со щебенкой конечно борьба еще идет хочу до осени убрать и там уже начать посадки обрезала я уже ирисы появилась голая поляна конечно же я такого не люблю но ну пусть так и будет продолжает свое цветение древовидная гортензия аннабель я уже в каком-то видео говорила она у меня молоденькая поэтому она такая не очень сильная она только второй год цветет повторяться не буду уже почему молоденькая и все был когда большой куст осталось вот столько поэтому для второго года цветения в том году всего одна веточка по-моему была то это нормальная длиня а вот посконник Нина брусник мне дала вот он какой у него сейчас сейчас сантиметров сорок и он получается варигат варигатный или как правильно сказать ну такой вот видите такой листик хотя он должен высокий быть ну он должен быть высокий Нина мне написала что не трогать его а ждать и он будет все время расти будем ждать вот так стою в тенечке спряталась в тенечке быстренькая